И можем начинать. Мало народу, конечно, в этот раз пришло. Печально. Ну, ладно. Сегодня у нас будет, наконец, про что-то полезное. Именно как прекратить верстать и начать что-то делать. Именно посмотрим на сеть, на карутины внезапно, потому что все остальные нормальные способы общения с сетью в андроиде за деприкейтели. Хотя они нормальные метрины не были, по большему счету. Ну и до кучи еще сюда пойдут сервисы, потому что они, хоть и не так широко используются в текущий момент, но все еще полезно и знать про них, наверное, стоит. Но вначале немного пояснения за тот шорох, что был произведен с вьюбайдингом. Потому что действительно в основном показывалось только findviewbid, а остальные способы доставания вьюх, они были как-то не очень хорошо обделены вниманием, потому что были и замечательные котлин экстеншены для этого всего, но их радостно задеприкейтели и грохнули. А вьюбайдинг это такая достаточно новая штука, и теперь рекомендуется везде использовать ее вместо экстеншенов или вместо там всяких баттернайфов или того, что было. Кстати, интересно, баттернайф жив еще или нет. Собственно, как его включить? Ну, примерно так же легко и просто. То есть мы идем в Build Script, в блоке Android находим или создаем блок Build Features и используем там вьюбайдинг. Если у вас до этого были Android Extensions, то их можно выкинуть, хотя, по-моему, это тоже самый плогин, что отвечает за Parcelize, поэтому если пользуетесь Parcelize, то можно и не выкидывать. И после того, как вы включите вот эту Build Feature и сбилите ваш проект, у вас появятся сгенерированные классы. То есть вьюбайдинг, он просто проходится по вашим XML-кам и на их основе генерируют джоовые классы. Собственно, класс так и будет называться, как называется ваша XML-ка с приставкой Binding. То есть был ActivityMainXML, появился ActivityMainBinding. Как им пользоваться? Ну, очень просто. Создаем переменную такого типа, и потом вон Create, вместо того, чтобы использовать SetContentView с ID-шником ресурса, мы можем... Ну, с ID-шником layout, точнее, XML-ки. Мы можем сделать SetContentView прямо в вьюхе. А вьюху мы достанем из вот этого самого байдинга. То есть мы называем ActivityMainBindingInflate с соответствующим инфлейтором. LayoutInflator у нас доступен в Activity всегда. Вот. И получаем этот самый байдинг, который мы дальше можем использовать как ContentView. И этот самый байдинг, на самом деле, это очень простая вещь. Это просто сборник ссылок на те вьюхи, у которых у вас объявлен ID-шник. То есть точно так же мы можем с ними работать. Достать из байдинга HelloButton, это будет кнопка типа кнопки, и дальше с ней работать точно так же, как будто мы ее достали из FindViewById. Единственная разница, что тут не нужно обходить весь этот все дерево, чтобы найти что-нибудь. Да, мы во время инфлейта, это тот же самый инфлейт, что делается обычным layout-инфлейтером, но только он заодно проставляет по ходу дела все наши ссылки, чтобы за ними, значит, два раза не бегать. И все, в общем-то, очень просто. И на этом вся функциональность вьюбайдинга и заканчивается. Потому что если вы там откроете... Да, где у нас? Да. Если вы откроете там build-generated файлы и посмотрите на вьюбайдинг, вы увидите, что это класс, который буквально содержит только ссылки на вью, потому что там текст-юбаттн и прочее, и ничего больше не содержит. Ну да, если мы хотим пользоваться им для RecyclerView, то мы делаем все то же самое, только вызываем не layout-инфлейтер, а вызываем наш, например, list-item-байдинг, вызываем у него тоже самое инфлейтер и передаем в него layout-инфлейтер, то есть немного наоборот. Ну и логично, что после этого в view-холдер нужно будет передавать не рутовый вью, а наш вьюбайдинг, чтобы из него все достать. Вьюбайдинг, разумеется, тоже есть рутовая вьюха, которая так и называется root. Inflator это штука, которая из XML-ки строит иерархию вьюх, грубо говоря, то есть создает за вас инстансы класса view, их правильно располагает. layout-инфлейтер он один, это utility-класс, который из XML-к строит что-то. А байдинги, они по одному на каждую XML-ку. Да, можно передавать через bind, но это то же самое, что сделать findViewById сразу для всех. Если заглянуть в имплементацию байда, то именно ровно это там и происходит. Он просто заполняет из текущей вьюхе свои свойства. То есть, в принципе, так тоже можно делать, но это уже непринципиально. Внезапно, помимо view-байдинга, есть еще и data-байдинг, который появился чуть раньше. И там в свое время наварить или что-то совсем сложное, а именно, если вы, не знаю, сталкивались с такой вещью, как template-процессоры или GSP, упаси господи, или еще что-нибудь. В общем, это возможность в XML-ке вашей верстке писать код вида там. Мы в Android Text присваиваем username.capitalize плюс что-нибудь. Кроме того, эта штука умеет еще и из XML-ки отправлять данные обратно. Например, в OneClick можно повесить кого-нибудь вызов лямбды или еще какую-нибудь интеракцию. И поэтому, на самом деле, лучше всего эту штуку использовать с обзер в облами или в модулами, до которых мы доберемся чуть позже. Ну и в целом, это гораздо более большая и сложная штука, чем в U-Binding. И при этом она может еще иногда тормозить при сборке, потому что Kotlin Annotation Processing может там разваливать превьюхи, она может еще что-нибудь выкидывать странные ошибки. Поэтому ей пользуются пореже. Я бы даже сказал, что гораздо реже, чем в U-Binding. Хотя вот последний U-Binding он, собственно, из этой штуки вылез. То есть просто взяли дата-байдинг большой, сложный, отпилили от него кусочек, который просто генерирует ссылки на Vue и предоставили его отдельно, потому что большинству людей нужно было именно это, а не монстрозный темплейтинг. Вот, да, как я сказал, U-Binding это просто класс с двумя-тремя методами, с инфлейтом, парой перегрузок и байндом. И ссылками на Vue. Поэтому, в принципе, ничего особо не меняется в остальном. Вот, вопросы. Нет? Отлично. Тогда переходим к нетворкингу, собственно, к сети. Вот, ну, очевидно, что для того, чтобы работать сетью, нам понадобятся какие-то разрешения. Собственно, разрешение так и называется интернет, и оно является не опасным разрешением, поэтому его достаточно указать в манифесте. И после этого можно будет свободно с интернетом общаться. Если хочется еще проверить, есть ли у нас интернет или нет, в принципе, есть такой permission, как access.network.state. И он используется, если мы хотим получить доступ к Network.info. Есть такой специальный класс Connectivity Manager. Из него можно достать Active Network.info. Там, по-моему, есть состояние disconnected, connected, там через Wi-Fi или через мобильную сеть. И вроде все, ничего больше полезного там особо нет. То есть, при этом, понятно, что это вам ну, Network.info, он просто скажет, там, выставлен ли у пользователя переключатель мобильной сети или Wi-Fi. А там, если на самом деле там сети доступен ли вам там, не знаю, Google TNS или еще что-нибудь, об этом вы не узнаете, к сожалению. Да, это тоже non-dangerous. Ее тоже достаточно указать в манифесте. Вот. Ну, хорошо, давайте попробуем написать какой-нибудь абсолютно тупой Network Code. Допустим, у нас есть кнопка, и мы ей в OnClickListener вешаем следующую штуку, что мы берем URL какой-то рандомный. вообще, JSON Placeholder, вот этот сайт, это просто там, коллекция заготовленных JSON-ов с разными рыбными текстами, забитыми заранее, бессмысленными. Вот это полезная, в принципе, достаточно вещь в отладке на будущее. Вот, ну, мы берем URL, из него делаем connection, и, собственно, говорим connect, чтобы потом оттуда достать input stream и что-нибудь почитать. Вот, но если мы такой код запустим, даже без открытия стрима и чтения, мы радостно увидим, что у нас все приложение упадет. если внимательно посмотреть в stacktrace, exception так и будет называться android.os.network.on.main.thread.exception и там еще есть блок guard policy, network, бла-бла-бла. Собственно, из этого мы можем сделать вывод, что сетью на main.thread нам пользоваться нельзя. Вопрос, почему и откуда взялся main.thread. что такое вообще main.thread и откуда он взялся? Вообще говоря, main.thread это тот тред-приложение, который рисует наш UI, наши кнопочки. И по умолчанию весь наш код, все наши обработчики кнопок, они в нем же и выполняются. То есть машинерия, она выглядит примерно так, что пользователь нажал на кнопку, система как-то это поймала и тут же вызвала наш обработчик без переключения контекста, без ничего. То есть по умолчанию все, что мы пишем в oncreate, в onclicklistener и так далее, оно выполняется на том же потоке, на котором рисуется UI. Из этого следует, что если мы хотим получить быстрый, красивый UI, который не будет влагать, то нам достаточно применить нехитрую математику за Das задаться вопросом, какой target frame rate мы хотим получить, если это, например, 60 кадров в секунду, возможно, мы хотим и больше, потому что, да, сейчас панели есть, которые 120 Гц могут выдавать на флагманах, у некоторых, по-моему, 240, вот, то мы берем, значит, секунду, а именно 1000 миллисекунд и просто делим на target frame rate на 60 кадров из этого мы получим, что число примерно 16 миллисекунд на отрисовку кадра. Соответственно, если мы написали в onclick listener что-то, что там, не знаю, долго работает или еще что-нибудь делает не очень оптимальным образом, мы обнаружим, что, ну, у нас frame просто рисуется дольше, чем надо, и из-за этого создается впечатление, что сильно налагает UI. То есть, вы можете сами это проверить, там, в сеть нам сходить не дадут, но какой-нибудь, ну, не thread sleep, а что-нибудь такое можно вызвать и увидеть, что все начинает радостно просто виснуть. Вот. Ну, мы, разумеется, знаем, что сетевые соединения и хождение в сеть это операция, ну, не быстрая, и там даже открытие какого-нибудь TCP connection, ну, открытие connection может уместиться в 16 миллисекунд, а там передача данных и прочее уже вряд ли. Поэтому Android, собственно, и запрещает ходить в сеть на main thread и даже есть специальные как раз, как мы видим, системные ограничители на это дело, то есть специальная проверка, что на network ходить нельзя. Вот. Ну, хорошо. Давайте попробуем сходить в сеть из другого треда. Что нам нужно сделать? нам нужно просто создать новый тред. Это делается, ну, мы вызываем newJavaLangTread, если бы мы писали на Java, здесь у нас Kotlin достаточно вызвать конструктор треда, и поскольку он принимает лямбду, которая, собственно, описывает код, который выполняется в этом треде, то нам достаточно написать тред фигурной скобочки и внутри код. Окей, дальше мы по-прежнему берем наш URL OpenConnection, делаем connect, потом из него делаем getInputStream и что-то из него читаем. Да, ну, например, просто прочитаем все строчки и запихнем в лог. В логе мы увидим, что, да, отлично нам пришел ответ, у нас все прочиталось. Вот, да, я вставил эти слайды не туда, очень жаль. Ну, опять же, напомню, различия между процессами и потоками для тех, кто не в теме. Процессы это такой, большой OS Level Abstraction, что программа запускается в отдельном процессе каждая, и если мы там хотим создавать отдельный подпроцесс, то подпроцессы они имеют изолированную память и выполняются вообще независимо друг от друга. Единственный способ пообщаться с другими процессами, это там через файлик что-нибудь записать или какие-нибудь хитрые OS-специфичные штуки, которые прыгают через ядро. Потоки же отличаются тем, что это все еще OS-специфичный примитив, но все потоки они имеют доступ к общей памяти процесса, который их породил. Но они также исполняются независимо. При этом все потоки исполняются параллельно, и если мы из одного потока будем писать в какую-то область памяти, совершенно не факт, что другой поток то, что мы записали, увидит. То есть есть всякие примитивые синхронизации и прочие вещи, про которых вам расскажут на Advanced, уже Java, наверное. Сегодня они нам не понадобятся, потому что мы будем просто дожидаться завершения работы. Но запомним, что переключение между потоками он вызывает context switch, потому что потоки прибиты к ядру, на котором они выполняются. вам, наверное, рассказывали на архитектуре VM про гипертрейдинг, про вот это вот все, что вообще у нас на одно ядро. Один поток, иногда, если мы очень хотим, то можно упихать два. Вот и так далее. И чтобы, значит, поток выполнить, его нужно запихать на какое-то ядро. Соответственно, выпихивание всего того, что там всех переменных, которые были связаны с одним потоком, и запихивание переменных другого потока, это называется context switch. И эта операция, как она затрагивает процессор и выполняется ядром S, она не очень быстрая. Некоторые языки предоставляют псевдопотоки или так называемые green threads, которые выглядят точно так же, как потоки, но они уже выполняются не на уровне S, они выполняются как-то внутри рантайма приложения. И там уже можно от context switch избавиться. И об этом мы тоже сегодня поговорим. Вот. Ну, это было такое небольшое лирическое отступление для того, чтобы напомнить, что такое потоки. и получаем, что у нас в андроиде есть main поток, который что-то все рисует и какие-то остальные потоки, которые мы можем запускать и которые могут как-то, ну, например, через общую память, хотя так делать не стоит, но через общую память могут общаться с основным main потоком. В частности, давайте попробуем, если мы уж получили наш response из сети, давайте попробуем показать его пользователю, просто запирать какую-то текстюшку. Казалось бы, да, что у нас между потоками общая память, можем просто достать текстю к нему обратиться и вызвать у него метод setText. И тут, кажется, даже не нужно никаких там блокировок синхронизации, потому что мы, ну, нам особо не важно, когда этот текст появится, главное, чтобы он появился после того, как мы его загрузили, очевидно. А тут он, значит, поскольку это все в одном внешнем потоке, у нас точно есть response. Окей, пытаемся так сделать и получаем еще один exception, который на этот раз называется по-другому, но тоже, в общем-то, достаточно, его название говорит само за себя. Он называется CodeFromWrongThreadException и говорит, что только тот тред, который создал в Yuhi, может право, имеет право в них что-нибудь изменять. Ну, как ни трудно гадаться, в большинстве, в 99% случаев, тред, который создает в Yuhi, он же, точнее, в Yuhi создаются main thread'ом, поэтому только с main thread'а их содержимое можно поменять. Есть всякие, конечно, performance-приколы с тем, что можно создать в Yuhi в соседнем треде, ее как-то отвязать и перекинуть в нужный, но этим мы заниматься не будем, да и этим почти вообще никто не занимается, кроме там всяких упоротых программистов ВКонтакте. Почему так вышло и как мы оказались в том моменте, что интернет можно потрогать из того треда, из которого нельзя трегать в Yuhi? Ну, потому что, несмотря на то, что нам кажется ничего особо не нужно, чтобы запихнуть респонс туда, все-таки Vue и вообще в целом Android Context, они не очень thread-safe. Если мы будем попытаться присвоить тексты во Vue из разных тредов и одновременно это все еще перерисовывать, это же нужно перерисовывать, когда мы вызываем set-text, нам нужно в Yuhi перерисовать. Поэтому там есть специальные лисенеры, которые это дело перерисовывают. Они все не очень thread-safe, потому что, если бы это было с синхронизациями, блокировками, это бы работало еще медленнее, чем сейчас. Поэтому просто стоит такая грубая проверка, что только на том треде, на котором мы его создали, на котором мы его рисуем, можно... точнее проверка на то, что только на том треде, на котором мы его создали, мы имеем право рисовать. А прислание его текста это перерисовка, по сути. Вот. Ну, приходим к ситуации, когда нам нужно сделать какой-то велосипед, который позволит вызвать, ну, создать новый thread, в нем потрогать сеть, получить ответ и как-то этот ответ перекинуть обратно в main thread. Вот. Как этот ответ перекинуть в main thread, это хорошая задача, которую мы сейчас разберем. Вообще, для этого есть такие вещи, как, например, комплитабл фьючер, про который вам тоже расскажут на Advanced Java. Есть просто фьючер, которым пользоваться, пожалуй, не стоит. Особенно на андроиде. Потому что он, да, он блокируется, он не возвращает ничего. Вот. Но комплитабл фьючер с авейтом это нормальная такая вещь, но, к сожалению, она была представлена только в 8-й Java. Как мы помним, даже несмотря на то, что мы можем дешугорить код 8-й Java в более ранней версии андроида, STD-Lib у нас там все равно нет, поэтому 8-я Java появилась в Noogat. Такая версия, я забыл. 8-я, по-моему. Нет, 8-я в Reel была. Ну, в общем, где-то около восьмерки-девятки. Вот. Соответственно, если мы таргетимся на более низкие версии SDK на более низкие версии андроида, то у нас комплитабл фьючер нет. И нужно как-то самим писать какой-то велосипед, чтобы результат перекинуть с нашего, так сказать, сетевого потока в мейн поток. Вот. Опять же, еще одно теоретическое отступление, чтобы понять, как оно внутри работает. и как работает вообще обработчик событий в андроиде. Вообще, как нам сделать много потоков, которые как-то работают постоянно, то есть работают в бесконечном цикле, грубо говоря, ожидая каких-то сообщений. Вот. Ну, допустим, у нас есть какой-то главный поток. Понятно, что главный поток, он должен работать, условно говоря, бесконечно, потому что ему нужно постоянно рисовать вьюхи. Точнее, не так, ему, у него цикл следующий, он рисует вьюхи, ждет ввода от пользователя, там, допустим, ловит обработчик, допустим, понимает, что куда-то кликнули, вызывает наш обработчик этого события, рисует вьюхи и так до бесконечности. Вот эта вся штука называется event loop. Вот. И thread, который мы вызвали, ну, мы можем создать thread, мы можем... Ага, сейчас что-то на картинке еще нарисован. Да, start, run и terminate это методы thread'а. Вот. И внутри, собственно, run'а, внутри его тела, потому что start и terminate они просто создают, ну, запускают, точнее, и завершают thread. Внутри run'а нам нужно создать вот этот вот самый бесконечный цикл. Вот при этом, ну, не просто написать while true, да, а как-то уметь обрабатывать запросы обрабатывать некоторые события, грубо говоря, сообщения. В данном случае они называются сообщениями. Вот. И для этой всей машинерии в андроиде есть соответствующие низкоуровневые классы, которые вот называются следующим образом. То есть у нас есть looper, это класс, который, ну, грубо говоря, очень грубо говоря, запускает просто while true и смотрит в message queue. И как только у нас в message queue что-нибудь появится, то мы оттуда, значит, этот message достаем и делаем, что в нем написано. Message — это просто обертка над какими-то данными. И к месседжу также может быть прилеплен обработчик, то есть код, который это сообщение обрабатывает. Message queue — это, понятно, ну, просто очередь. И handler — это уже handler сообщений непосредственно. Вот. Если мы хотим скрафтить это все руками, то, во-первых, нам нужно создать, очевидно, новый thread, потом сделать в нем взять looper, вызвать у него prepare и вызвать loop. Вот. Ну, если мы хотим получить looper UI потока, то нам не нужно создавать новый thread, мы можем просто где угодно получить main looper. Вот. Но looper, он нам сам по себе особо ничего не дает. Чтобы им нормально воспользоваться, нам нужен handler. Handler создается от loopera. и, используя handler, мы можем уже делать всякие полезные штуки, а именно send message с каким-то месседжем, с любым. Или сделать пост, в который поместить какую-то лямбду, какой-то код, который будет выполняться на другом потоке. Вот пост — это как раз кажется то, что нам нужно, то есть выполнить кусочек кода на другом потоке. Да. Как нам всем этим воспользоваться? Допустим, у нас есть какая-то функция дворка, она может либо ходить в сеть, либо, ну, в примере попроще делать thread slip. И нам нужно сделать вот эту вот работу, thread slip, либо сеть на другом потоке и передать ее в начальный. Значит, нам нужен, чтобы передать в начальный поток, нам не нужно никаких, ну, не нужно создавать новых looper, нам достаточно взять looper главного потока и, ну, создать от него хендлер. Тогда мы можем создать новый thread, в нем сделать нашу работу, а у мейн-хендлера просто вызвать пост и передать ему блок кода, который, в свою очередь, будет выполнен на уже мейн-треде. Если мы напишем вот такой нехитрый код, в нем еще есть message with thread, это, ну, просто вызов log.d с именем текущего треда. Вот мы увидим, что у нас первый message действительно вызвался из мейн-треда, второй message из треда, который мы создали, и третий message, который в мейн-хендлер.пост он снова выполнился на нашем мейн-треде. То есть, как это работает? хендлер просто передает в message queue объект типа runnable, ну, или function 0, ну, там вообще runnable, но можем представить, ну, там без разницы особо нам, да, runnable это или function 0. Вот, лупер его оттуда достал и просто вызвал инвалук. Вот таким, собственно, нехитрым велосипедом можно заставить создать новый тред, сбегать за какими-то данными в сети и потом с помощью хендлер-пост перекинуть его в основной тред. Можем это все еще немного абстрагировать, то есть, не создавать руками тред, а просто написать какой-то класс, который по нашему запросу будет его создавать, что-то делать, потом вызывать пост и давать нам результат. Вот. На самом деле такая абстракция уже за нас написана и она называется AsyncTask. И лежит она в Android SDK. Концептуально это все та же самая техника, то есть, это одна задача вида метнись кабанчиком за иксом и верни его на мой интерьде. такой очень тонкий уровень абстракции поверх всего этого. Там нужно просто оверайдить два метода или три по желанию, но обычно два. То есть, первый метод это DoWork, который вызывается на фоновом треде. И второй метод это там процесс резалт, или как он называется, не помню уже, который вызывается на UI треде. И результат первого вам передадут во второй автоматически, ничего делать не нужно. Вот, но все было с ним хорошо, точнее, ничего с ним не было хорошо, потому что это была такая тоненькая дырявая абстракция. Но все им пользовались, потому что ничего лучшего до какого-то момента не было. Вот, но потом появился Rx, потом появились карутины, и в 30-м API AsyncTask наконец-то задеприкейтили. Поэтому пользоваться им уже не нужно. просто нужно про него помнить, если вы наткнетесь на какой-то legacy код, что вот он работает примерно так. Почему его задеприкейтили? Во-первых, потому что низкоуровнево, как я сказал. Во-вторых, вам нужно руками всем этим управлять, то есть вы запустили тред, а кто его будет завершать? Если у вас там run дойдет до конца, он завершится автоматически, конечно, но если у вас там повернулась activity, или еще что-нибудь произошло, или у вас бесконечный цикл, то вам как-то нужно очень аккуратно все это дело менеджить. Кроме того, очень легко такой штукой сделать утечку памяти. опять же вам объясняли, что несмотря на то, что у нас Java язык с GC, можно очень легко сделать утечку памяти, если там куда-нибудь не присвоить нуд. В данном случае с AsyncTask, чтобы устроить утечку, достаточно было просто написать inner, то есть сохранить ссылку на внешнюю activity. Ну и с тредом тоже очень легко совершить аналогичную ошибку. Давайте посмотрим, как она делается. У нас есть первая строчка do work, которая выполняется в фоновом режиме, и она в принципе может занимать какое-то время, причем достаточно ощутимое время, если у нас например большой файл или сеть долго работает, вплоть до нескольких секунд. Default на HTTP тайм-аут, сколько там вообще 30 секунд, по-моему, да. При этом мы этот тред запускаем как бы отдельно, и пока оно все работает, мы уже можем повернуть activity 10 раз, что она пересоздастся, или еще с ней что-нибудь сделать, или просто выйти из приложения через холм. При этом этот тред у нас продолжит бежать. Когда же мы наконец этот результат получим и дойдем до handler пост, мы увидим, что мы там неявно используем activity. То есть, если мы где-то всылаемся на text.view, понятно, что это property activity, и что мы неявно ее используем. Мы можем ее явно выписать, сказать, что activity равно this, и activity .text.view ла-бла-бла. При этом это будет закапчуренный в лямбду this, и это будет this, в общем, та самая activity, на которой мы эту всю конструкцию создали и запустили в первый раз. То есть, получается такая ситуация, работу в activity в это время повернулась или скрылась, и у нас наконец завершилась работа, и мы пытаемся в эту activity в text.view что-то записать. Вот. Из этого следует два вывода, что, во-первых, мы там можем получить исключение, если там стоят какие-то более строгие проверки. text.view по-моему, таких проверок не делает. Если там что-то чуть более сложное, мы можем получить исключение, что, чувак, там, вообще-то вот эта вьюха давным-давно, а ты пытаешься перерисовать и что-то с ней сделать, зачем? Вот. Ну и второй вывод отсюда, что, вообще говоря, когда мы будем проходиться garbage collector, вот эти все ссылки на ZYS, они, ну, для нас они, может, не явные, потому что мы ZYS можем не писать, а для garbage collector они вполне себе явные, и они считаются честными, нормальными ссылками, поэтому получается, что у нас есть тред какой-то, который еще выполняется, и он держит ссылку на activity, и получается у нас утечка памяти, опять же, то есть activity уже не рисуется на экране, она нам не нужна, но есть какой-то тред, который держит на нее ссылку. Вот, garbage collector не может эту активность собрать, не, она просто, ну, висит в памяти, тратит ее, делает, в общем-то, какие-то бесполезные вещи, и если там, допустим, написать такую конструкцию, а потом повернуть телефон много-много раз, вполне может получиться, что ваше приложение просто вылетит по out of memory, если у вас ее, ну, не очень много. Вот, в теории с этим жить можно, опять же, если аккуратно там подстелить себе соломку во всех местах, то, во-первых, мы можем все это вынести в какой-то вложенный класс или вообще в соседний класс и сделать его статическим, чтобы в нем не было ссылки на зис внешнего класса. Ну, да, все ведь знают разницу между вложенными и внутренними классами, что там между, да, в Java, когда вы пишете внутренний класс, вы пишете static, чтобы у него не было ссылки на внешний зис, а в Kotlin, соответственно, чтобы она была, нужно, наоборот, дописать inner. Ну, это, по-моему, по-моему, в базовой Java рассказывали. Вот. Соответственно, да, если мы пишем внутренний класс, то он обязательно должен быть статическим, без inner. Но, понятно, что при этом мы потеряем доступ к Activity и, собственно, откуда нам доставать текст юхи. То есть ссылка на Activity нам все равно нужна. Поэтому нам нужно эту Activity передавать явно и есть несколько вариантов, как это сделать. Например, можно ее передавать явно, а потом, когда мы подходим к OnDeStroy, эту переменную, в которой мы ее сохранили, нужно присвоить null. Стандартная штука, да, чтобы убить ссылку. Но при этом, скорее всего, вам придется еще отменить таску и получится так, что если вы там ходите зачем-то в сеть, вы будете каждый раз при повороте экрана заново делать сетевой запрос, что тоже, не очень говоря, эффективно. Вот. Есть еще Retain-фрагменты, которых мы поговорим в следующей лекции, но они не решают проблему выхода с экрана. И есть еще относительно неплохой вариант. Это VigReference. VigReference заворачивает ссылку в слабую ссылку, которая как раз таки позволяет собрать Garbage Collector этот объект, если на него нет обычных других ссылок. То есть, если на Activity осталось только VigReference, Garbage Collector может ее собрать. Но, опять же, это не защитит вас от того случая, когда у вас Activity еще не собрано, то есть, GC по каким-то причинам не запустился, но при этом она уже не рисуется на экране. И вы там сможете получить какое-то непонятное состояние, что вроде как нужно перерисовать что-то, что не нарисовано. Вот. Ну и в Google долго-долго жили с этим AsyncTask, потом чесали репу, потом долго рекламили RX и RX Java, долго рекламили Intent Service, но они все были так себе, ну, кроме RX. Вот. И в конце концов, после того, как заадобтили Kotlin, решили, что, наконец, все, выкидываем все AsyncTask, выкидываем весь этот шмурдяк с тридами, будем вместо тридов пользоваться коррутинами. И есть такая популярная аналогия, что Kotlin у нас это BetterJava, а корутины у нас BetterThreads. То есть корутины essentially, они представляют из себя те самые GreenThreads, которые как бы ведут себя как триды, но при этом менеджатся рантаймом, а не OS. Вот. И еще одно теоретическое отступление. Что такое асинхронность и вообще зачем оно нам нужно? и почему ее нельзя путать с многопоточностью? Потому что чтобы понять корутину, нужно понять именно асинхронность. Представим следующее синхронное исполнение задачи. У нас есть Task1, Task2 и Task3. Предположим, что это не связаны между собой задачи. То есть Task1 например, получить картинку пользователя, Task2 список его лайков, и Task3 просто еще какая-нибудь штука. То есть их все можно отображать по отдельности просто по готовности. Если у нас есть если у нас есть один тред, понятно, что мы можем выполнять эти задачи только по очереди. Если у нас есть два треда, мы можем запустить их, как показано на картинке, но при этом если нам все-таки понадобился результат задачи 2, а нет, да, тут не такая картинка. Тут для Task2 нужен результат задачи 1, по-моему. Или что-то такое. Ну, в общем, можем выполнять многопоточно, но все равно синхронно. Что это значит, что у нас есть Task1, которая выполняется на одном потоке, то мы выполняем Task2 на другом потоке, но первый тред ничего не делает, он просто ждет результат Task2 зачем-то. Возможно, код неправильно написан. И только потом начинает выполнять Task3. То есть у нас как бы получается, что у нас вроде многопоточное программирование, да, даже, может быть, в каком-то смысле параллельное, хотя задачи выполняются все еще строго по очереди. Но при этом у нас времени, грубо говоря, ушло ровно столько же, потому что тред 1, он просто ничего не делал. Он зачем-то ждал Task2. Вот это у нас образец синхронного выполнения задач. Либо потому, что Task3 все-таки нужны какие-то результаты, либо потому, что код неправильно написан. У нас нет никакой разницы между по времени между одним потоком и двумя тремя потоками. То есть потоки нам ничего не дали. Теперь давайте посмотрим на асинхронное исполнение. То есть у нас на многопоточности может быть такая ситуация, когда у нас два треда и мы правильно там написали код, что нам не нужно ждать завершения таски 2. Мы можем сгрузить ее в соседний поток и просто она будет выполняться и когда-нибудь потом нам придет результат. Например, в конце. То есть на первом потоке у нас остается таска 1 и таска 3, а таска 2 выполняется параллельно с первым тредом. И мы не ждем ее завершения ни на каком потоке, а просто договариваемся с ней, грубо говоря, что ее результат она нам куда-нибудь передаст через колбек. Собственно, колбеки это одна из базовых вещей для асинхонного исполнения. Теперь вопрос на засыпку. Нужно ли для асинхонного исполнения обязательно 2 и больше потоков или нет? Да, правильно. Да, у нас вполне может быть такая картина, что у нас ровно один поток и на нем много задач, которые выполняются асинхонно. То есть представим, что допустим, и таска 1, и таска 2, они ходят куда-то в сеть, но перед этим делают еще какую-то работу. Тогда мы можем представить следующую картину. Таска 1 что-то поделала, потом заблокировалась, допустим, на сокете каком-то в ядре, и вот этот тред, потому что нам уже не нужно выполнять таску 1, хотя она еще до конца не завершилась, мы можем отдать под полезную работу таски 2. Потом она что-то что-то поделала, в это время таски 1 пришел ответ, ядро ее пнуло и поместило на исполнение наш поток, а таска 2 ушла в фоновый режим ожидания. Все эти такие штуки их достаточно легко выполнять на одном потоке, и поэтому параллелизм и многопоточность и асинхонность это немного ортогональные вещи, то есть у нас может быть как там асинхонное исполнение на одном потоке, так и на многих, и точно так же даже как с одним, так и с многими потоками у нас может быть выполнение абсолютно асинхонным, когда мы там блокируем треды и ждем завершения каждой операции. Ну и зачем вообще придумали карутины? Вообще говоря, карутина это не изобретение Котлина в чистом виде, это известный концепт, что там в C++ карутины хотели вводить какое-то время или уже ввели даже в 20-м по-моему стандарте, или в 20-м или в 22-м. Ну и карутина в вакууме это просто функция, которая может засыпать, засыпать в определенной точке, а потом продолжить свою работу, как ни в чем не бывало. В целом тред так тоже может делать, но тут у нас гораздо меньше, так сказать, дробления уже по функциям. Ну и главное отличие карутины от треда, то что на одном треде может выполняться много карутин. То есть это вот у нас как раз ситуация с асинхронностью на одном потоке. То есть тред это примитив в OS. Если мы заблокировали тред, мы говорим, что, ну например, в ожидании IO, мы говорим, что ядру, что вот типа убери этот тред с процессора, с ядра, и поставь выполняться что-нибудь другое. Ну и соответственно это обращение в ядро, это контекст свитч, это там еще прочие security чеки и так далее. Плюс у нас этот поток он делает ничего, он ждет спло тайма. При этом мы не можем выполнять потоков больше, чем у нас сейчас есть ядер одновременно. Вот карутины же, они более легковесные, это примитив чисто котленовского рантайма, и поэтому они также могут переключаться между тредами, как треды между ядрами процессора. Но это все происходит быстрее за счет того, что нам не нужно делать вызовы ОС, не нужно ждать контекст свитча, то есть у карутин понятное дело есть свой контекст свитч, но он опять же там меньше данных, меньше всего, не нужно ходить ОС, все это работает быстрее. Несмотря на то, что мы также можем продолжить делать работу, мы можем создать много карутин, и им хватит одного треда, просто они будут выполняться как-то нарезанными и потому что карутиновые функции могут засыпать в нужное время, при этом освобождать поток, на котором они выполняются для других карутин, они очень хорошо подходят для синхронного исполнения. Теперь посмотрим на них ближе, как выглядят карутины в Котлине, и зачем они вообще нужны. Чуть откатимся назад, представим, что у нас нет пока еще карутин, но есть какие-то асинхронные методы, как, например, в Node.js пока асинков не было. Представим, что у нас есть функция getDataToDisplay или getFromNetworkAsync. Как бы она выглядела в синхронном варианте? Мы бы просто вызвали там, как в нашем начальном примере из лекции, мы бы делали connection, из него что-то скачали и достали данные. Как нам нужно написать ее в асинхронном варианте. Мы хотим сделать просто один вызов и чтобы наш код отправился дальше, а в лямбде, который мы туда передадим, мы уже укажем, что сделать с данными. И эта лямбда, она будет вызвана не вот сейчас, а тогда, когда нам придет ответ. Соответственно, если мы что-то хотим скачать из сети и положить в нашу условную базу данных, нам нужно написать примерно такой код, что get-from-network-a-sync какая-то лямбда, save-to-db какая-то лямбда и еще и on-result вызвать, который еще одна лямбда. При этом, если мы хотим писать нормальный код, добавлять какую-то обработку ошибок, то оно превращается вообще в какой-то ужас, именно, что нам нужно передавать по две лямбды, значит, он result и он failure. И этот фейлер куда распихивать по разным местам. Чтобы такой ситуации избежать, мы можем применить suspend и сделать эти функции suspendable, которые работают с карутинами. Что такое suspend? Это специальное ключевое слово, которое говорит компилятору, что эту функцию нужно трансформировать в асинхронную. То есть в месте вызова suspend функции карутина может заснуть и освободить тред для исполнения других карутин. При этом компилятор выполняет за вас преобразование кода и если посмотреть на то, что у нас получилось после этой трансформации, это будет примерно то же самое, что код с колбэками. Там стоит машина на свитчах, кейсах, но грубо говоря это то же самое. То есть идеологически вы вызываете suspend функцию, а остаток кода, который у вас снизу, он выполняется как колбэк. То есть тогда, когда сама функция завершит свою работу. При этом опять же за счет небольшой компиляторной магии у нас нормально работают эксепшены и можно писать стандартные абсолютно try-catch. И всякие циклы, for, while и так далее тоже все работает прекрасно и удобно. Хорошо. Теперь, когда мы хотим этим воспользоваться, мы интуитивно будем вызвать suspend функцию из обычной функции, но так делать нельзя. Говорит, значит, идея, что suspend function should be code from coroutine или другой suspend функции. То есть suspend функции можно вызывать из suspend функции или из чего-то, что является запущенной coroutine. Где взять запущенную coroutine? Тут уже произошло разделение обязанностей и попилили здесь значительно две части. Компилятор отвечает исключительно за синтакси suspend функции и за их трансформацию, а за создание и как раз вот scheduling coroutine, как их размещать на каких тредах, отвечает runtime библиотека, которая собственно так и называется code linux coroutine. У нее есть модуль core, у нее есть еще дополнительный android модуль, который нам добавляют всяких плюшек, и в самом android есть тоже несколько полезных плюшек для coroutine, например lifecycle. Ну мы сейчас посмотрим, что там есть. Плюс того, что у нас coroutine вообще версии ронируются отдельно от языка, это то, что мы например можем делать релизы чаще, и не нужно ждать новой версии компилятора, чтобы добавлять туда какие-то полезные фич, например новый shad duler. Дальше еще одна фича coroutine это так называемый structure concurrency. Вот что это такое. Проблема с трэдами это то, что нам их сложно контролировать. То есть неизвестно, когда нам нужно завершить трэд, и как получить результат. А если этот трэд создают другие трэды, между ними опять же нет вообще никаких связей, и нам нужно все их как-то контролировать, они все равноправные. вот соответственно, ну при этом мы не можем как-то эффективно декомпозировать задачи, например, взять большой лист на допустим 100 элементов или 1000 и поделить его на 10 частей и создать 10 трэдов. То есть мы так можем сделать, но нам руками нужно будет за всеми этими 10 трэдами следить, то есть сложить их в какой-то список, потом по этому списку проходиться, спрашивать, а завершил ли ты свою работу, или там а сделали ты что-нибудь и потом у каждого из этого списка вызвать там cancel или terminate если нам это нужно. ну опять же эта задача будет в advanced java курсе, там для нее решение применяется этот, как же я забыл, сплит, в общем в java есть стандартная штука для этого, сплит, сплит, а, fork join pull, fork join pull, но это как бы для более частных случаев штука. но в общем случае нам наверное хотелось бы труды собирать какую-то иерархию, чтобы иметь контейнер трудов за нас. Поэтому в случае с карутинами у нас есть structured concurrency означает, что каждая карутина имеет свою область действия. Ну или в документации она называется scope. При этом если мы запускаем карутину внутри какой-то карутины, она становится ребенком или подчинленной этой карутины и оказывается в том же контексте и в том же scope. При этом вот это отношение parent-child или древовидное, если вам так больше нравится, оно действует в том числе на отмену. То есть если мы там создали n-карутин из карутины а если мы вызываем cancel на карутине а ее значит все дети тоже отменяются или если мы вызываем await на карутине а то мы сначала дождемся всех ее детей выполним какую-то возможную работу по агрегации результата и после этого уже вернем свой результат. И благодаря scope во-первых можно достаточно удобно и быстро следить за ее лайфсайком то есть например завершать их когда нам уже действий не нужно при этом нам не нужно париться о том что карутина которую мы вызвали могла создать еще какие-то другие карутины и мы можем легко декомпозировать задачи отлично где нам тогда взять scope самый тупой способ взять scope это вызвать run-blocking и уже внутри этого run-blocking мы можем запускать suspend функции run-blocking он просто запускает карутины прямо здесь в текущем треде то есть вот эта лямбда она вызывается тут же и при этом тред не разблокируется пока все карутины не завершатся вот как нетрудно догадаться делать так в реальных приложениях не слишком полезно и на UI треде делать так тоже не стоит потому что мы опять же заблокируем тред но run-blocking полезен например в тестах или если вы там быстро хотите что-нибудь проверить правильный сколп он валяется в android ktx в джетпаке и представляет из себя сколп привязанный к life cycle то есть мы так и говорим что life cycle дай нам карутин сколп и из карутин сколпа мы уже можем сделать launch вызвать какую-то карутину или suspend функцию life cycle есть и у обком под activity у фрагмента и прелесть этого сколпа в том что как мы видим он автоматически создается за нас и он также автоматически отменяется в он destroy то есть неважно сколько вы там ланчей сделали пока работало приложение как activity точнее только у вас activity завершится на всех этих карутин их вызовется on destroy вызовется cancel как только мы зайдем в on destroy вот ну или если по какой-то причине вам например нужен сколп более узкий или наоборот более широкий чтобы он не закрывался в он destroy его достаточно легко создать руками то есть у него есть конструктор который принимает контексты некоторые аргументы сейчас мы о них поговорим вот и после этого им спокойно можно пользоваться единственное что нужно сделать это его не забыть отменить в данном случае у нас тут пример со сколпом который жив между onresume и onpause то есть в onresume мы его создаем запускаем какие-то штуки а onpause мы его отменяем и соответственно все то что мы создавали в onresume тоже отменяется вот что такое dispatcher's main это элемент контекста а собственно caroutine context это набор элементов связанных с карутиной и который задает ей какие-то свойства там может быть например ее имя для отладчика но чаще всего вы будете использовать dispatcher dispatcher это просто менеджер который указывает на каком тренде или на каком тредпуле запускать эту карутину у нас есть стандартный dispatcher например dispatcher's main UI thread очевидно вот есть dispatcher's default это какой-то заранее выделенный просто пул потоков при этом который как раз совпадает с количеством ядер у нас на устройстве то есть используя dispatcher's default мы можем какие-нибудь там вычисления в него сгружать опять же создать много карутин и при этом они будут работать оптимально то есть они будут работать ровно во столько потоков сколько у нас есть ядер то есть утилизировать процессор на все его возможности вот и у нас есть еще dispatcher's IEO потому что у нас к сожалению все еще есть блокирующие 3D IEO операции потому что асинхронное IEO не везде заимплеменчен вот ну его фишка этого dispatcher в том что у нас может быть много трэдов при этом они лениво создаются и лениво выключаются то есть вам их всегда хватит и они будут жрать не сильно много системных ресурсов и они опять же будут переиспользоваться для разных карутин вот ну если вам хочет свой dispatcher его можно создать например из thread pool и последнее что нам осталось это собственно мы выбрали scope в котором мы хотим запустить карутину и выбрали dispatcher на котором ее запустить как ее запустить ну просто либо двумя функциями либо launch либо async launch это грубо говоря карутина без результата которая возвращает просто instance job и который можно либо ее подождать либо отменить join или cancel а async он делает то же самое что launch но он возвращает нам результат в виде deferred от t например если нам нужны параллельные вычисления мы можем сначала сделать launch карутины а потом используя async посчитать разные кусочки нашей задачи и потом их там склеить используя await то есть помним что в карутинах строчки выполняются последовательно при этом если у нас есть две асинхронные операции если мы их напишем просто одну под другой то они будут выполняться тоже последовательно как будто мы дожидаемся результата чтобы такого не было нам нужно использовать async и также deferred это такая коробочка deferred от t это штука на которой можно вызвать await чтобы получить результат вычислений при этом можно с помощью async await менять dispatcher на котором мы выполняемся но для этого есть специальная функция которая называется viscontext и ей можно сменить контекст понятно из ее имени в частности dispatcher то есть мы можем запустить коротину на main trade если мы используем lifecycle scope то они всегда запускаются на main trade потом сделать например viscontext dispatcher с ios чтобы сходить в сеть и вот внутри этого viscontext с ios уже можно делать какие-то блокирующие операции например url open connection connect и оттуда все вычитать и уже на выходе из этого блока поскольку он тоже принимает лампду если мы последнюю строчку укажем какой-то результат это будет результат который за нас перекинется на main trade то есть ровно то чего мы добивались в самом начале с помощью хендлер поста то есть tldr если вам нужно писать асинхронный и последовательный код просто пользуйтесь со спен функциями и вызывайте их сверху вниз так как будто пишите обычный самый обычный асинхронный код если вам нужно сменить стред или точнее диспатчер то для этого есть висконтекст если нужно что-то запустить параллельно например поделить массив пополам и параллельно обработать левую и правую часть то вам подойдет асинг ну или launch если не нужен результат ну и самое главное это нужно правильно выбирать крутин сколп и вовремя его отменять или например можно делать launch и тоже сохранить job который он вернет чтобы его вовремя отменить вот в итоге мы добились примерно то же самого да то есть у нас в случае с thread handler post было thread фигурная скобочка какая-то работа потом handler post результат на main треде и в случае с корутинами у нас там launch какая-то работа потом viscontext dispatcher с main и обработка результата на main треде но технически это практически для нас это имеет один тот же эффект но с точки зрения maintenance с точки зрения кода корутин достаточно предпочтительнее почему ну давайте сравним что в случае с thread нам нужно ручками закрывать или останавливать каждый thread когда он больше не нужен например если пользователь нажал отменить загрузку также у нас появляется чуть больше лямбд у нас непонятно что делать с эксепшенами потому что их нужно как-то аккуратно хендлить вот плюс если мы будем создавать thread на каждый чих да мы помним что thread это примитив OS левела это достаточно большая нагрузка на ядро поэтому правильный способ создания треда это не создавать треда использовать что-нибудь из thread пула или например написать свой менеджер тредов кроме того если у нас какой-то thread заблокируется в ожидании IO он не делает ничего но в случае с карутинами он тоже конечно будет делать ничего но у нас он будет из правильного thread пула в случае с карутинами нам если мы использовали правильный карутин scope нам вообще ничего не нужно как-то за ними следить нам достаточно один раз в правильном месте вызвать scope cancel или если мы используем lifecycle scope нам вообще ничего не нужно следить у нас нет каких-то больших большие вложенности ламп и колбеков хоме непосредственно ланча или висконтекста у нас достаточно простая естественная обработка эксепшенов то есть можно также писать trackage как мы писали до этого создание новой карутины оно не занимает почти имеет очень маленький overhead особенно по сравнению с thread потому что это примитив runtime а не операционной системы и также мы можем карутины перекидывать между трудами как нам удобно и эти труды освобождать если мы чего-то ждем например если мы там у нас есть все-таки асинхронное то мы можем на одном треде кончить много карутин которые это получают вот это был такой очень короткий вброс по карутинам на самом деле там еще есть много веселого ну вот значит здесь ссылочки для дальнейшего чтения так сказать и в целом наверное для домашки этого более-менее хватит вот там в карутинах еще есть каналы есть flow есть прочие веселые вещи но мы поговорим наверное потом когда у нас будет rx а пока что так есть ли вопросы вопросы Окей, вопросов нет. Тогда последний кусочек пазла на сегодня это сервис. Что такое сервис? Сервис, во-первых, это компонент системы, точно такой же, как и Activity. Поэтому его нужно объявлять в манифесте, поэтому у него там конструктор без аргументов и так далее. Но в отличие от Activity, который предназначен для того, чтобы показать какой-то экран пользователю и представляет собой, так сказать, пользовательский сценарий, сервисы, как можно догадаться из их названия, они предназначены для фоновых задач, в частности долгих, которые не требуют UI. Например, скачивание файла или проигрывание музыки или еще что-нибудь в этом роде. Потому что сервис является компонентом, у нас может быть запущено приложение, даже если у него не осталось одного Activity. То есть, если у вас в приложении только одна Activity и все, когда вы из нее выходите, система считает, что больше не осталось активных компонент, и ваше приложение можно закрыть, выгрузить из памяти, если у вас там есть еще сервис. Если у вас есть еще сервис, то, понятно, система видит, что какие-то компоненты приложения активны, и его старается не убивать. Во всяком случае, не сразу. При этом внезапно сервисы по умолчанию все еще используют UI-поток. Ну, наверное, потому что так было проще. Сервисы могут быть разными по своему состоянию. Например, бывают background-сервисы, которые мы никак не видим, что они запущены. Ну, как пользователь мы не видим, что они запущены, да. Бывают видимые сервисы, то есть foreground. Они обязаны показывать уведомления о работе. При этом считается, что они выполняют уже какие-то полезные действия для пользователя, более полезные, чем фоновый сервис. Ну, опять тоже проигрывание музыки, да. И поэтому система их уважает сильнее и старается не убивать вообще. То есть работающий foreground-сервис — это важная часть приложения. Было бы странно, если бы там ваш медиаплеер, Android, просто прибивал, когда окончается память. Вот. И также эта характеристика, не связанная с двумя предыдущими, — это привязанность сервиса, то есть bound. Был ли он привязан с помощью вызова bind-сервиса. И такие сервисы, они обычно живут, пока жив хотя бы один клиент. Как только у нас не остается привязанных клиентов, эти сервисы завершаются системой. То есть если background-forground у нас либо одно, либо другое, то и тот, и другой сервис могут быть как привязанными, так и непривязанными сами по себе. Вот. У сервисов, как и у Activity, также есть свой жизненный цикл. Но он в этом случае чуть попроще. Мы можем создать сервис либо с помощью start-сервис, либо с помощью bind-сервис. У него в обоих случаях вызовется onCreate, а перед завершением его работы вызовется onDeстрой. Но в зависимости от того, какую функцию мы вызвали, у сервиса вызовется либо onStartCommand, либо onBind. И сервис, который мы вызвали с помощью onStartCommand. То есть с помощью start-сервиса, который вызвался onStartCommand, он будет работать, условно говоря, бесконечно. То есть если он foreground, он будет работать точно бесконечно. Если он background, возможно, его рано или поздно завершат, когда приложение совсем уже опустится вниз списком. Но важно, что такой сервис, он будет работать, пока не остановится сам, либо пока кто-то не вызовет stop-сервис. В случае с bound-сервисом, у него вызывается onBind. И система Android за нас считает, сколько клиентов у этого сервиса, сколько раз вызвался onBind. И если клиенты закончились, а на каждого клиента, который рвет connection, вызывается еще onOnBind, то система сама этот сервис за нас совершит. Нам за ним следить не нужно. Все это реализуется через один и тот же класс-сервис, который нужно добавлять манифест. Напомню, если вы в Android студии, можно нажать new и выбрать сервис, и все добавится за вас. Ну и из самого сервиса еще можно вызвать start-forground, которому можно передать notification, если мы хотим стать foreground. Внезапно один и тот же сервис может быть как bound, так и нет. И на одном и том же сервисе можно вызвать обе функции. То есть если вызван только onStartCommand, нам нужно будет завершать сервис самим. При этом у нас какой-то связи с ним особой на самом деле нет. Если вызван только bind-сервис, то этот сервис завершится сам, когда отсоединятся все клиенты. Но при этом есть случаи, когда нам хочется вызвать и то, и другое. То есть это случаи, когда нам нужно, чтобы сервис работал долго. Например, переживал поворот activity, если у нас это единственное activity. Но при этом нам нужно с ним как-то общаться. То есть он должен быть binded. И нам нужно уметь с ним общаться. В таком случае мы можем вызвать и onStartCommand, и onEBindService. Тут ошибка, да? Да, нужно тут StartService. То есть вместо StartCommand. Потому что onStartCommand это то, что вызовется в самом классе сервис. Но мы можем вызвать и то, и другое, если нам нужна какая-то двусторонняя, активная коммуникация с сервисом, который будет при этом переживать потерю клиентов. В случае, например, если у нас происходит смена конфигурации. Ну, как выглядит вообще сервис, вот эта коммуникация? Мы объявляем класс-сервис, в нем делаем override onStartCommand, хотя на самом деле это делать не обязательно, если мы не будем делать в нем какую-то работу, как только он стартует. И если мы хотим, чтобы можно было его привязывать, нам нужно заверайдить функцию onBind. Что это вообще такое и что такое привязывание? Ну, если мы посмотрим на сигнатуру, мы увидим, что onBind вызывает какой-то iBinder. Ой, возвращает. Простите, возвращает iBinder. Это некий интерфейс, который нам... Точнее, не интерфейс, ну, у которого есть имплементар Binder, и от которого мы можем отнаследоваться, если мы хотим как-то уметь коммуницировать с сервисом. Вот. Ну, в самом простом случае будет достаточно объявить иннер класса myBinder, который наследуется от Binder, и в нем написать какие-то функции для коммуникации с сервисом. Например, опять же, самый тупой случай, это мы просто возвращаем instance myService из этого Binder. И в онBinder вернем. Ну, зачем все это нужно? Ну, вообще говоря, чтобы просто получить instance сервиса, потому что мы, так же, как и в случае с Activity, мы не вызываем его конструктор, он создается непонятно где, после того, как мы вызываем там start-service или bind-service, и нам нужно, ну, хоть как-то просто получить его экземпляр. Ссылка на него в пользовании. Вот. Да. В start-command по желанию можно вернуть некоторые константы, которые указывают в системе, что с этим сервисом делать. Если его пришлось перезапустить, например, мы очищаем память, мы его можем перезапустить, если там есть новая работа, или перезапустить, или не перезапускать. Вот. Как нам с ним работать с другой стороны? Давайте посмотрим на Bind-сервис именно, потому что с Unbound это все просто. Мы делаем start-сервис с каким-то интентом, и этот интент в onStartCommand просто получаем. И дальше делаем какую-то работу. Ну, например, это подходит для случаев, когда нам нужно загрузить файл в Activity. Мы там попросили пользователя что-то ввести. Ну, например, URL и папку куда сохранить. Это все получили, запихали в интент, вызвали start-сервис, сервис это из интента достал и показал там notification, это все скачал, и все. На этом, в принципе, его работа завершена, он нам больше особо не нужен. Вот. При этом ему не нужно как-то коммуницировать с Activity. В Activity не нужен instance-сервиса, если мы там не хотим ничего показывать дополнительного, и им не нужна никакая между собой коммуникация, поэтому этот сервис не bound. Если же нам нужен bound-сервис, то нам нужна какая-то ссылка на его экземпляр, ну, чтобы вызывать у него методы, например, сервиса. Поэтому в Activity мы заведем переменную типа myService, и чтобы его забайндить, нам нужна такая штука, как serviceConnection. Это интерфейс, и нам нужно сделать его имплементацию, например, анонимным классом. Если кто еще не заметил, в Kotlin'е синтаксис для анонимных классов вот ровно такой обжиг двоеточие суперинтерфейса и фигурные сколочки. Вот, там есть два метода. Он serviceConnected и он serviceDisconnected. Как ни трудно догадаться, в serviceDisconnected нужно все за собой почистить, а именно в myService записать null, чтобы ничего не утекло, и там пожелание еще поставить флажок в false. Флажок изbound — это просто, опять же, для нашего удобства. А в serviceConnected нам передадут как раз вот тот самый iBinder, который нам сервисы вернул. При этом он не совсем типизирован, мы по коду не знаем, какой это тип, но мы-то знаем, что мы там вернули myBinder, поэтому мы можем его сдаункастить вниз. То есть у нас был iBinder, мы его скастили к своему байндеру, и после этого мы на нем можем вызвать на байндере методы, а именно metamyservice, который нам уже вернет инстанс-сервис. Это такая немного муторная конструкция, просто чтобы получить на запущенный сервис ссылку. Но зато она неплохо работает. Ну и чтобы с этим всем работать, понятно, нужно вызвать либо старт, либо байнд, либо все вместе. Старт принимает просто intent с классом, байнд принимает intent, и вот тот самый connection, который мне только что написали. Вот в onstopp же или ondestroya, в зависимости от того, где вам видится это более разумным, ну, нужно сделать unbind сервиса. Ну, тут оно под флагом, но, по-моему, если оно даже не под флагом, то ничего не произойдет. То есть unbind непривязанного сервиса не делает ничего. Вопрос, зачем нам нужен сервис, и почему, не знаю, не запихать просто это все в какой-нибудь глобальный singleton или object? Ответ на него очень простой. Вообще говоря, singleton не является компонентом, а при отсутствии компонентов ваше приложение тут же закроется. То есть даже если вы там, не знаю, загрузили кучу данных или делаете фоновую работу просто в object, то, как только пользователь выйдет с вашей activity, то оно все закроется и соберется. Плюс какие-то важные штуки, они могут требовать доступа к Android контексту, и сервис имеет доступ к контексту, а просто какой-то абстрактный singleton ну, он его, понятное дело, не имеет. Вот. Ну, в восьмом андроиде нам немного усложнили жизнь и, наконец-то, задумались о батарейке. И если раньше, когда мы создавали бэкграунд-сервисы, можно было быть уверенным, что они будут работать бесконечно, пока не кончится память, то теперь нам дают гарантию, что они поработают сколько-то времени после того, как ну, после того, как кончились все activity и пользователь перестал взаимодействовать с приложением. Но не сказано, какое время, и, то есть, это уже не совсем правда, да, получается, что ну, сейчас. Получается, что наши, даже если у нас есть какие-то сервисы, которые, вообще говоря, являются компонентами, если у нас кончились все activity, нас все равно закроют, но через какое-то, значит, время. Поэтому, если вам прям сильно нужно что-то делать в фоне, то нужно делать это в foreground-сервисе, при этом foreground-сервис показывает notification, и пользователь может понять, что вы там жрете его батарейку и делаете что-то полезное. Это, например, как я сказал, проигрывание музыки, загрузка файлов. Придумывайте ваш use case. А если вам нужно в background-сервисе периодически что-то делать, и, там, не знаю, варять новые сообщения или еще что-нибудь, вот, то делать это нужно не в сервисе, а в других штуках, например, в job scheduler, в job scheduler, или, ну, в общем, есть еще некоторые API для этого, мы их, наверное, разберем, но уже потом. Вот, еще была такая страшная штука, как intent-сервис. Вот, напомню, что просто создать сервис, да, чтобы загрузить файл, его недостаточно, потому что сервисы все еще выполняются на основном потоке приложения. То есть, вам в любом случае понадобится, либо ковыряться с трэдами и хендлерами, либо с коррутинами. Вот, во времена ранние это пытались поправить, сделав intent-сервис. То есть, это какое-то, конечно, не очень удачное название, потому что, кажется, что intent-сервис принимает интенты, да, но и обычный сервис, он тоже принимает интенты. Вот, но intent-сервис отличал как раз то, что он по умолчанию, у него есть еще один метод, он handle intent, и вот он по умолчанию как раз вызывался на отдельном специальном трэде, который поддерживал шедулинг, который переиспользовался, и так далее. То есть, на него можно было сгрузить как раз работу, которую нужно сгружать в фоновый трэд. Вот, и, соответственно, этот результат как-то оттуда получать, например, тоже через байндинг. Вот, и он тоже остановился автоматически, когда у нас больше нет работы. Но его точно так же, как и асинктаск радостно деприкейтили в 30-м API, поэтому рассматривать мы его не будем. Вот, вопросы. окей, вопросов нет. Хорошо, тогда домашка. Домашка будет следующая. Собственно, потыкаться в сеть. Предлагается взять какой-нибудь API с картинками. Есть там, например, два, один это... А, один это картинки из ВК, фотосерч, а другой это картинки, значит, из ансплэша. Еще надо было, конечно, рассказать про рестаппи, но да ладно. Ну, в целом, необязательно пользоваться именно этими API-шками. Вы можете взять любое другое, которое вам нравится. Что с ним нужно сделать? Вам нужно опять взять RecyclerView и сверстать список с картинками. При этом, в самом списке может быть только описание, то есть там или теги, или еще что, что нравится. А уже по клику нужно, собственно, загружать и показывать большую картинку. Вот, ну, скорее всего, в соседней Activity. То есть, список можно либо с превьюшками маленькими, либо без превьюшек, а по клику нужно обязательно показывать большую картинку. Ну, в разумных пределах большую. ну, если сохраню пропорции, то да, можно. не совсем важно, как вы ее покажете. Важно, что она там будет, ну, не знаю, не 200 на 200, а там, ну, хотя бы в 720p. 720, я думаю, более чем достаточно. 4K грузить особо не надо, потому что не все телефоны переваривают. Вот. Да, и самое главное, что пока ваше приложение запущено, данные не нужно перезагружать. То есть, я там беру список, тыкаю в какую-то картинку, ну, в элемент списка, мне пока, ну, мне там что-то загружается, и, допустим, через секунду, что у меня не очень хороший интернет, показывается картинка. Если я там нажимаю назад и тыкаю на этот же элемент списка еще раз, картинка должна показаться моментально. Здесь нужно сделать, ну, некое подобие кэша, которые, в том числе, переживают поворот экрана. То есть, ну, кэша, кэш, кэш при этом должен быть и на сам список, и на картинке, которую мы и наоткрывали. Вот. То есть, критерии провалов. По-моему, есть. Вот. критерии провала, это, ну, если оно не работает с сетью и там все захроткожено, понятно, это хрень какая-то, что если мы перезагружаем список или картинку при утрате активности или там, ну, утрата активности, это не только поворот, это в том числе нажать home, а потом из recent'ов достать. Это приложение. Вот. Если у нас утекает память, это тоже не будет засчитываться. Если у нас данные хранятся в каком-нибудь глобальном обжигте, это тоже не считается. И если используется какой-то deprecated API или если вы там, не знаю, отключили network policy и ходите в сеть из main thread или main dispatcher, тоже ничего хорошего. Вот. Ну, подсказки, вам скорее всего понадобится сервис. При этом этот сервис должен быть запущен и через start-сервис, чтобы не умирать при повороте. И через bind-сервис, потому что вам нужна двусторонняя коммуникация, то есть activity скажет сервису загрузи что-нибудь, а сервис скажет activity на держи. Как сделать двустороннюю коммуникацию и куда там прикрутить калбеки? Я думаю, вы прекрасно придумаете сами. Главное, чтобы это все не текло. Ну, вообще говоря, сервис это не идеальное решение для данной задачи, но в данном дизайне страшно, что сервис у нас будет после выхода из приложения, то есть после выхода из activity висеть какое-то время в памяти, потому что, как мы помним, бэкграунд сервис, они все равно рано или поздно убьются системы, начиная с восьмерки. То есть, хранить список картинчиков в сервисе не так страшно. Вот. Опять же, не забываем все отвязки, unbind, очистки калбеков и прочее. Ну, и для взаимодействия с сетью не специфицировано, чем именно нужно грузить и чем парсить JSON-ы. Можете взять, что проще всего, например, HTTP URL Connection, вот, потому что мы пока что не проходили библиотеки специфичные андроидные. Вот. Ну, или можете взять, что вам нравится и что проще всего работает. Вот. Но не... Наверное, надо какие-то библиотеки запрет ввести. А, ну давайте без ОКО, без ретрофита и без вот этой всей дичи. Так, это... А, ну это, собственно, конец. влезет в Shared Preferences. По-моему, нет. в общем, Shared Preferences не для этого. два... два. Да. ну можно наверно так обычно не делают то есть обычно делают двумя activity вообще не особо не парится да сейчас переключу анимации они Ну, с этим немного не связано. Можно как сделать анимации на переключение Activity, так и спокойно заанимировать любую вьюху, которая есть под рукой. В том числе можно анимировать фрагменты, и до фрагментов мы доберемся, видимо, уже на следующей неделе. Так, ну тогда, видимо, все. Наверное, минут 5-10 перерыв. И сдача ДЗ. Надо у него спросить. Сейчас спрошу. Вообще должен прийти. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!